Приветствую вас и проблема заключается в следующем, ага, есть какой-то факт, то есть факт мой код, вот ваша мама объявляла вам мой код, вы знали что вы виноваты или так она по крайней мере, заставляла вас думать что вы виноваты, и мой код сделал вас аутсеттер, по вашему мнению, то есть вы молчали, с вами никто не разговаривал, и вы чувствовали себя как бы брошенный, покинутый, и вы это очень сильно боялись, и сейчас боялись. Это аффект, то есть страх, когда какая-то ситуация в детстве привела к очень сильному эмоциональному переживанию вашему, и в результате чего любой элемент этой ситуации запускает это эмоциональное переживание, то есть мама устраивала вам бойкот, почему? Потому что вы были виноваты, она была недовольна, так она выражала свое недовольство, вы чувствовали себя плохо. Молчание по взрослой жизни людей автоматически запускает у вас то же ощущение, то же самое ощущение, что и было вместе, когда она была в детстве. И вы боитесь того, что вас решали в детстве, то есть тревога, тревоги, страха и так далее. Для того, чтобы ситуацию решить, нужно во-первых разрушить этот комплекс, то есть разбить эту ситуацию на элементы и, собственно говоря, понять, во-первых, почему мама это делала, почему вы это чувствовали, и постепенно осознать эту ситуацию, перестать воспринимать ее через призму аффективного состояния, начать ее воспринимать адекватно, видеть элементы, а не всю ситуацию в целом, и, собственно говоря, тогда страх-страк молчания вас уйдет, вы будете относиться к нему спокойно. Первое, что нужно сделать в этой ситуации, кроме того, чтобы понять, почему мама так поступала, это стать более самодостаточной, развивать внутреннюю речь, внутренний диалог, чтобы вам не было страшно, когда вы молчите, чтобы ваша внутренняя речь была больше, а ваша внешняя речь стала меньше. Поэтому нужно учиться. И именно так вы сможете свою проблему решить. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его, пожалуйста, лучше, буду благодарен. Пока я желаю вам удачи, я желаю вам принятия верного решения относительно дальнейших действий, потому что вам желательно бы поработать со специалистом, которого вы бы выбрали на нашем ресурсе для решения своей проблемы, потому что в формате вопрос-ответ такую проблему не решить, к сожалению. И я желаю вам также еще и удачи.